Анна Кузнецова приехала на форум Иволга из-за республики Мариэлл с проектом «Я вижу». Вместе со своей командой студентка меди хочет с помощью лекций, разных упражнений и занятий улучшить качество зрения среди молодежи. Анна уверена, для современного мира это весьма актуальная тема. Будем рассказывать вообще о зрении, о том, как правильно заниматься с компьютерами, с техникой. Это сейчас достаточно важный вопрос, потому что мы все время с гаджетами, никак от них не избавиться, то есть это часть нашей жизни. Также важной задачей является объединение межрегиональное. Команда Анны Кузнецовой стала участником Гранда Баттла. Это новый формат в рамках молодежного форума Иволга. Лучшие команды должны были за две минуты рассказать, о чем их проект и почему именно они должны получить грант на реализацию своих идей. Своеобразный поединок судили эксперты высокого уровня. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Их решением почти все финалисты получат поддержку при реализации. Поскольку имеют общественную, социальную значимость. Видим, что не останавливаются на достижении, меняют подходы, ставят новые задачи, в том числе и перед нами. Это всегда хорошо, это как раз залог того, что форум развивается и действительно он стал основным событием молодежи, если откровенно говорить. И по количеству людей, которые заявляются сюда, по спектру вопросов, которые здесь рассматриваются, по характеру вопросов, обсуждаемых и проблем, по тем решениям, которые здесь принимаются в плане поддержки проектов. В этом году Иволга объединила молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а также школьников от 14 до 17 лет в рамках специального формата «Поколение первых». На фестивальной поляне в течение недели работало 8 тематических смен и 3 специальных направления. 490 экспертов, преподавателей и специальных гостей провели 570 занятий и встреч для разных смен и специальных направлений форума Иволга. А всего участниками стали 2000 молодых людей из 71 региона России. То, что форум год от года растет, то, что наполняется новыми смыслами, то, что расширяются возрастные категории, это, конечно, в первую очередь наша совместная работа, я имею в виду оргкомитета форума с аппаратом полномочного представителя. Кроме основного окружного проектного конкурса, каждый участник форума мог презентовать свою инициативу в одной из 18 номинаций на грантовом конкурсе «Росмолодежи». Всего было подано 507 заявок, из которых 372 были представлены на публичной защите конкурса перед экспертным сообществом «Росмолодежь. Гранты». 30 проектов получат поддержку. Грантовый фонд составил почти 10 миллионов рублей. Победители и самых активных участников форума наградили дипломами и подарками на главной сцене форума во время церемонии закрытия. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.